приветище приветище это короче симулятор менеджера кофейни и не только кофейни вообще ресторанов и шаурмечных и чё там еще ларьков-морьков газета продавальщиков и прочего прочего сейчас у нас с тобой 6 утра я бегу на свою работу я же предприниматель я же открыл возле бомжа возле бомжа свою хот-дог где не продаются хот-доги здесь в основном продается кофе и всякие шоколадки с булочками бомжара это мой старожила я его подкармливаю кстати надо ему дать это вот этот сахар стик сахара держи чё ты не хочешь сахар слышишь ладно дружок я тебе кофе сварю 6 утра ты старожила берем стаканчик счастье сварю сейчас вот крепкий кофе с сахаром да все любят с утра крепкий кофе сахаром короче я пришел к мысли что на кофе не заработаешь сейчас возьмем сахар сюда закинем вот на держи держи пожалуйста пожалуйста в общем мы будем сегодня с тобой скупать все так начали давай посмотрим что мы можем продавать вот на этой горячей точке нашей значит мы можем продавать конфеты содовые пончики и круассаны получается мы сейчас тобой бежим в магазин пока мы еще не открылись оставляем точку на охране значит бежим в магазин сейчас мы там закупим все что мы можем продавать а именно в больших количествах просто в прошлой серии если ты помнишь я купил 5 круассанов и 5 шоколадок надеясь на то что они будут не очень продаваться многие как начали продаваться лучше кофе мы сейчас тобой закупаем в больших количествах шоколада и я не знаю сколько двадцатку давай возьмем двадцатку может быть и 25 25 шоколадок и круассанов тоже 25 может быть и больше круассан вообще разлетается как горячие пирожки 30 куда возьмем все я все деньги за расходу значит молоко у меня еще было воду я купил сахар у меня есть стаканчики у меня есть вроде все есть это у нас для хот-догов все пойдем точку открывать напоминаю что мне нужно заработать по моему бизнес-плану 750 долларов на открытие следующей точки здравствуйте офицер надеюсь что у меня получится за этот день заработать хотя бы половину но посмотрим как все пойдет значит мы уже открытый open 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 шмопен я предлагаю сейчас брать сразу стаканчик он нифига себе понеслось а прежде чем мы еще начнем торговать продажи недвижимости мне не сюда мой бизнес я хочу поднять кофе до 4 долларов кофе до 4 долларов шоколадки у нас продаются по попу ну ладно 353 ладно 3 доллара хорошо 3 доллара круассаны я могу продать тоже за 4 доллара вот так нормально нормальный навар значит все хотят кофе ладно этот первый был кофе с сахаром ты хочешь окей стики вот так вот выкладываю чтоб удобно было шоколадки буду доставать из штанов не буду выкладывать как в прошлый раз это неудобно потому что у меня мало мест значит рабочий кофе с сахаром пожалуйста тебе значит просто кофе стаканчики все забывай стаканчики ставить это просто невыносимо когда ты всю работу делаешь вообще хочу персонал уже найти я смогу персонал персонала не могу и нанять может быть мне две кофемашину купить а чтобы обслуживать быстрее блин а кофемашина стоит 150 долларов это слишком это слишком нет 150 долларов на кофемашину я не хочу тратить кстати я выяснил что если я случайно опрокинул стаканчик с кофе вот смотри вот кофе у меня там набралось да я случайно его опа уронил кофе выливается как и в реальной жизни о круассаны поперли круассанчики значит кто хочет вы хотели два круассана вот вам один вот вам 2 вы хотели тоже два круассана вот пожалуйста вот пожалуйста народу до сколько попёрло то а ты посмотри у меня столько никогда не было так взять несколько товаров стоит но почему-тоivent равно по одному выдаю все мадам ушла так с молоком кофе с молоком все держите отлично так давай посмотрим сколько там навара у меня берем бабки двенадцать у у-у-у О-о-о, почти, почти отбил все, что купил. Что у меня в кофемашине надо посмотреть? Значит, кофе заряжено, молоко надо залить скоро будет. Смотри, молоко кончается. Мадемуазель, здравствуйте. Так, учитывая количество народу, который ко мне приходит, может быть, ценник стоит поднять, а? Как ты думаешь? Ладно, давай посмотрим наш бизнес-план, который называется список дел. Ну, это то же самое, что и бизнес-план. Смотри, значит, добавить в ассортимент круассана, мы это сделали. Потом добавить шоколадки, мы это сделали. Добавить в ассортимент газировку, шоколадные батончики и пончики. Значит, они где-то продаются. Офицер, теперь ваше кофе с молоком и с сахаром. Окей. Молоко кончилось. Молоко сейчас заправим. Не вопрос. Так, удерживать, чтобы убрать. Нет, я не хочу убирать. Да, блин. Ладно, уберем. Что, серьезно, у меня молоко кончилось? Блин, офицер, подождите, я побежал за молоком. Короче, это была пустая этикетка. Ну, в смысле, там молока не было в этой коробке. А я-то думал, что у меня было молоко. Ё-моё, как у меня быстро оно кончилось. Так, бежим, значит, в магазин. А потом мне нужно разобраться, где еще есть магазины, которые продают пончики. Так, молоко, молоко, молоко. Вот здесь вот. Покупаем. Отлично. Бежим обратно, Сирочино. Блин, офицер сейчас уже... Офицер сейчас убежит. Молоко заправляем. Так, ему нужно с молоком. Все. Стик с сахаром. Быстрее, 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 быстрее. Это же офицер. Блин, он ушел. Это первый мой посетитель, который был недоволен. Смотри-ка, он возвращается. Он возвращается обратно, но за обычным кофе. Ха! Все-таки решил взять у меня кофе, да? Так. Ладно. Причем два офицера у меня стоит. Странно. Почему? Откуда? А, вон там еще офицер. Блин, сколько вас тут? Так, значит, с сахаром, да? Ладно. Вот вам с сахаром. Я отдал тебе. Что тебе не нравится? Я отдал ему два... Ты издеваешься, что ли? Два кофе. Один с молоком, другой просто кофе. Кофе кончилось? У меня тут разве нет кофе? У меня кофе должно быть... А-а-а! Катастрофа. Конкретная катастрофа. Все, это провал. Подожди. Это, наверное, вот этому офицеру нужно было кофе. А этому просто шоколадка и круассаны. Так. Шоколадка. Что шоколадка? Я все перепутал. Блин! Хреново, когда они в одной и той же форме и с одинаковыми лицами, как близнецы. Еще и кофе кончилось. Е-мое, зерна. Это зерна. Скорее в магазин. Как я не подрассчитал-то так на сегодняшний день? Так, минус три недовольных клиента. Так, кофе. Где у меня кофе продается? Вот кофе. Ну, короче, все. Я не успел обслужить одного и второго, в том числе и офицера. Ладно, тебе два кофе с молоком, не вопрос. Еще и круассан. Куда ты пошел? А что, все, я закрылся? У меня вроде опен. А он куда-то пошел. Куда он пошел? Эй, Чунгачкук, ты вернуться-то не хочешь, нет? Так, ладно. Раз тут ушел, пофиг, я за ним бегать не буду. Ну, значит, вот тебе и круассан. Подожди, а как мне тебе заказ-то отдать? Вот это поворот. Все, закрываем горячую собаку, короче. Пойдем-ка, сходим в клуб. Он открыт между прочим. Блин, тут нифига не видно. Это ексит. А вход-то где? А где вход? Месье. Пойдем до другой точки сбегаем. Я сейчас где нахожусь? Я вот здесь вот нахожусь. Значит, мне нужно бежать. Найт-клуб. Ладно. Но я не думаю, что в Найт-клубе продают пончики. О, смотри, магазин. Тут мясо продают вроде как. Вон, а вон там что это? Что? Нифига себе. Я хочу вот эту точку. Я хочу одну из этих точек купить. Так, ладно. То есть я могу реально себе тачку позволить купить? Ничего себе. Если денег заработаю достаточно. Ну, хорошо. Я буду иметь это в виду. Магазин с тачками. И рассекать по городу на тачке. Это же вообще кошерно. Но сейчас на данный момент все закрыто. Я думаю, что надо идти спать. Но прежде я сейчас еще хочу сбегать до магазина. Я не понимаю, где пончики купить. Где пончики? Пончики нужны. Значит, тут у нас ничего нету. О, клуб загорелся. Месье. Добрый день. Я можно войду? Оу, е. Ночная жизнь. Достижение. Дэнс, дэнс, дэнс. Нифига себе. Я в клуб попал. Уху. А это бесплатно? Я надеюсь. Диджей, алло. Может, я здесь найду друганов в каких-нибудь цуях? Где вы шоколадки взяли? Чуваки, я тоже такими шоколадками торгую. О, казино. Я могу в казино поиграть? Серьезно? Ну, пять долларов я поставлю. Так. Значит, F1. Тейкарт. Ну, давай возьмем карту. Значит, это не покер. Это в 21 мы играем, да? Окей. У меня 14 очков. У кого сколько? Чего ты мне пальцы там показываешь? Короче, мне нужно набрать 21 или меньше. Но не больше 21. Я понял. Мой ход. Давайте мне еще карту. Сколько у меня? 16. 16. Пока нормально. Когда вскрываться-то будем, ребят? Так. У кого-то 23. Он выбыл. Вот этот Чиш выбыл. В красной куртке. Этот дед тоже выбыл. У него 23. Ну, что, ребят? Что, мой ход, что ли? Ладно. Я беру еще одну карту. И у меня 20. У-е-е. Я сейчас, походу, выиграю. Ну, ладно. Я, короче, вскрываю. Все. Я выиграл, прикинь. Плюс 15 долларов. Ну, неплохо. Ладно. Суть игры я понял. Здесь можно бабки поднять. Если хорошо играть. Дэнси, брейк. Е-е-е. Красавчик, бородач. Здесь у нас что за комната? Ничего здесь нет. Пустая комната. Все. Подэнсили. Поняли, что да как здесь. Можно отсюда выходить. Пойду посплю. Сколько у нас сейчас времени? У нас сейчас 23.00. Ну, время еще детское. Горшок не извинял. Так что, в принципе, еще можно потусить. Пойду на поиски пончиков. Они же где-то должны продаваться. Блю, дэнси. Погоди. А может быть пончики вот так вот продаются? Пончики точно. Они в коробках. Все. Значит, покупаем пончики. Я не знаю сколько. Ну, давай. Ну, давай. Двадцатку. У меня, блин, денег уже мало. Двадцатку. 120 долларов я потратил на пончики. И шоколадки у меня есть. Давай на все. 30. 35. 7 шоколадок. Все. Точнее, это не шоколад. Это шоколадные батончики. А, то же самое, в принципе. Все. Я закупился. У меня 4 доллара осталось. Сейчас пойду забегу к себе на работу. Гляну, что у меня там по кофе. Вроде воды, молока и зерна у меня всего там хватало. Блин. Это, конечно, вообще работенка такая себе. Туда-сюда бегаешь. Без персонала тяжко. По воде. Вода у меня есть. Надо бутылку выстоять вот сюда. Вот так вот она пусть стоит. Значит, пончики. Я могу их вот здесь выстоять. Вот так вот. Сейчас я здесь еще на ночь выставляю, да, когда хочу уйти. Ну ладно, пускай так лежит. Вот так вот. Шоколадки, пожалуйста. Так, вон там вот. Как я профессионально все расставляю. Ладно, вот так. Да что ж такое-то? Все валится из рук. Круассан на полу? Блин, круассан на полу. Это нехорошо. Черт. Да блинский. Ладно, пофиг. Пускай здесь все валяется. Пускай здесь все валяется. Я не знаю, как убрать из рук все. Да. Надеюсь, ты, бомжа, разочитишь вот это все. Всю мою продукцию. Если я сюда приду, и тут ничего этого не будет, это будет печаль. Конкретно печаль. Круассаны тоже на полу. Надо назвать свой магазин грязный магазин. Или еда с пола. Да, еда с пола. Это самое оно. Подожди. Надо переименовать свой бизнес. Еда с пола. И получается, надо переделать тогда. А что? А вот. Еда с пола. Чтоб не приходили и не начинали ныть. Типа, что за дела? Почему у тебя еда в асфальте? Ну, в смысле не в асфальте, а в асфальтованной крошке с камнями, с песком. А я такой говорю, так это же эксклюзив. Вы за это платите. Круассаны и конфеты с камнями. Где вы такое еще найдете? Надо поспать. Игра сохранилась. Бежим, скорее всего, к своему магазину. Фух. Все на месте. Все здесь лежит. Главное, это все не растет. Не ходи по моему товару. Надо биту купить. И всех отхолупывать здесь. Отлуповать. Лупить всех. Короче, вот так вот. Ну что, надо открываться, да? Оп. Мы открыты. Ух, сколько заказов сразу. Кофе. Как я ненавижу варить кофе. Вот серьезно. Так, минуточку. Прежде чем мы начнем. Значит, кофе. Теперь давай я сделаю вот так. 5 долларов за кофе. Ой. 5 долларов за кофе. Потому что они достали. Я запарился варить кофе. 5 долларов за кофе. Шоколадка у меня будет стоить. 5 долларов. Пончики у меня тут разные всякие есть. Они будут стоить у меня 6 долларов. Вот так вот. 6 долларов любой пончик. Круассант пускай будет 5 долларов. Ценник за высшее просто очень дерзко. 6 долларов. Вот так вот. Содовую я не купил. Пришел первый посетитель, который хочет пончик. Значит, вот. Открываются коробки. Здесь я могу разные пончики взять. Без сахара, да? Сахар добавляем. Вот так вот, пожалуйста. Значит, пончик. Мне нужен розовый взять. Единицу. Пожалуйста. И кофе с сахаром. Кофе с сахаром. Не вопрос. Стаканчики долбаные. Так. Кто-то там круассан захотел. А у меня круассан. Круассаны есть. Все. Не паникуй. Не паникуй. Круассаны есть. Блин. Персонал. Нужно его нанять. Его нужно нанять. Срочно. Так. Пожалуйста. Круассан. Да. Вот. С полуэксклюзивный. Для вас. Специально. Сегодня свежий. Нате. Пожалуйста. Так. Я еще хожу своими башмаками по всему этому. Да. Немножечко я тут это. Так. Надо вот так вот сделать. Чтобы по красоте было. Все на готове. Чтобы было. Что вы хотите? Пончик. Значит. Пончик. Пончик вот такой вот. Вот. Пожалуйста. Вам повезло, что не с пола. И шоколадку. Вот. Держите. Что по заданиям. По моему бизнес плану. Добавить газировку. Да. За газировкой я забыл. Надо будет сбегать. Значит. Деньги забираем. Ух. Пошло лабе. Можно еще ценник поднять. Можно вообще в край оборозить. Кофе значит. Окей. Стаканчик. Не-не-не. Мне стаканчик нужен. Значит. Кофе с молоком. Вода. Вода у меня есть. Заливаем воду. Кофе с молоком. Сахар добавим. Значит. Тебе нужно вот это. И вот это. Держи. И сахар. Сахаровский. Его надо переставить. Это не видно. Пожалуйста. Сахаровский. Надо переставить вот сюда. Так. Все довольны. Пока что все хорошо. Можно вот этот пончик положить сюда. А вот. Вот. Коробку мы уберем. Вот. Чтоб место освободить. Отлично. Конфетки что-то никто не покупает. Пончик. Белый пончик. Держи. В смысле ты его выкинул? В смысле ты не хочешь белый пончик? Ты офигел? Хороший белый пончик. Держи. Черный пончик. И. Круассан. На. Фух. Так. Сколько я там заработал? Нормальненько я заработал. Так. Я думаю что можно еще обнаглеть и поднять еще цены. Значит кофе. Ну я кофе и так их сейчас редко варю. Давай шоколадка за 4 будет у нас. Все. Все продается. Все отлично. Круассан давай. О. Слишком будет для круассана. Давай 5 и 5 сделаем. Так. Значит конфетки кто-то захотел. Конфетки. Бородач держи. Пончики. С полу пошло. Эксклюзив пошел. Вот тебе кофе. Значит еще. Минутку. Еще шоколадку тебе. Нет. Не тебе. А. Вот тебе. И кофе. Обычный кофе. Со стаканчиком конечно же. Какой кофе без стаканчиков. Фух. О. Кстати. Пойду бомжа угощу. С пола. Круассаном. Деньги в банк лучше не носи. Лучше в шапку прячь. Вот тебе за совет круассан. Ты красавеца неплохой парень. Да. Я неплохой парень. Значит вот тебе кофе. Пончик. Черный пончик. Черный пончик. И круассан. На. Бабосики. 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 120 долларов. Нифига себе. Было 4 доллара с утра. А уже 120 в кармане. Я скоро поднимусь. Так. Пока что у меня нет посетителей. Пойду за газировкой сбегаю. Прикуплю газировочки. О. Новый заказ. Сейчас. Сейчас. Я куплю содовую. Содовая. Содовая. Вот. Содовая. Значит покупаем на все. Ну как на все. Давай наверное 30 содовой купим. Вот. Вот. Минус. То есть одна банка 1 доллар. Ну неплохо. Ух. Сколько заказов там у меня пошло. Смотри-ка. Нормально. Я еще и достижение за содовую получил. Что я купил ее. Бизнес план воплощается в жизни. Шоколадье и пончик. Белый пончик нужен да? Белый. Пожалуйста держите. Еще один белый пончик. С полу. Пончик. Смотри как я переименовал свой бизнес. Еда с полу и поперл. Прям вообще пошло. Нормально. Так. Красный тебе нужен. Хорошо. Тебе розовый. А. Тебе. Еще вот этот нужен. И кофе. Обычный кофе. Стаканчик берем. Обычный кофе с сахаром. Окей. Так. А что если я смотри вот так вот сделаю. Стой. Стой. Коробку берем. Коробку берем. Вот сюда кладем. Да. Можно. Вот. И будет так удобнее намного. Значит. Что. 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 Сахар. 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 И это мы отдаем тебе. Тебе обычный кофе. Оп. И пончики. Не вопрос. Пончик. Вот так вот. Это можно убрать. Вот. Этот пончик можно переложить. Давай. Хватайся пончик. Эй. Пончик вот сюда переложим. Это убрать. Вот. Значит. Кофе обычный. Пожалуйста. Коробки. Ну давай. Шоколад я еще сюда поставлю. Тут можно и круассаны. В принципе. В принципе. Можно и круассаны тут разместить. Блин. Еда с пола примещается за стол. Это уже. Не тот бизнес план. Который я себе предполагал. Еда же с пола называется. Мой ларек-марек. А все уже по-другому становится. Так. Круассан. Пожалуйста. Это пожалуйста. Белый пончик. Пожалуйста. Так. Блин. Чего я сюда отхожу? У тебя вот пончики открытые стоят. Так. Так. А че кофе-то не покупай? Ну кстати хорошо. У меня меньше геморроя. Блин. Так реально удобно вот раздавать пончики. Шоколадка. У меня там уже купюры сыпятся. На кассе смотри. Оп. 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 200 долларов. Нормально. Бизнес прет. Еее. Так. Ладно. Пойду вам же аугощу пончиком. За охрану. Ну. Уважил. Так уважил. Спасибо. Ну. Уважил. Так уважил. Слушай. Учитывая что у нас название магазина поменялось. Я думаю что нам нужно преобразовать наш бизнес. Вот значит. Значит меняем. На что. На что. На что меняем. Во. Во. Еда с пола. На мусор. Отлично. Только надо цвет. Цвет поменять. Вот. Где меняется цвет у нас. Вот значит. Вот такого цвета будет у нас. Отлично. Ну ка смотрим. Да. Четко. Значит черный пончик. Держите. И круассант тоже держите. Что там по лавандосу. О. Еее. Скоро 750 заработаю. Ё-моё. Розовый пончик. Шоколадка. Пожалуйста. Блин. Содовую я так и не продал. Ни одну содовую. Хотя купил. Круассант пожалуйста. В смысле ты круассант не хочешь? Ты чё? Ты же сама просишь круассант. И пончик розовый. Розовый пончик. Где у меня? Розовый пончик. Да ё-моё. Чё ты всё выкидываешь? Здесь я бизнес план весь выполнил. Свой список дел. Значит зарабатываю 750. И потом покупаю ларёк с хот-догами. Ты прикинь. Хот-доги. Да. 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 Это то о чём я мечтаю. Значит конфетку тебе. Держи. И круассант. Да. А у меня круассант походу кончились. О. Круассант. А нет. Вот тут вот были. Всё. Надо круассанты. Круассанты закругляться с ними. Они у меня почти кончились. Так. 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 Круассант. Ну ладно. Пускай пока стоят. Ничего страшного. Смотри. Значит сервис у меня 5 звёзд. Комфорт. 2 звезды. То есть надо ещё столиков понаставить. И тогда будет вообще огонь. Но тратиться я на это не хочу. Я потрачусь на хот-доги. Странно. Что никто вот на этом столе ничего не тырит. Все такие культурные. Приличные. Так. Забираем бабки. Ух-ух-ух. 400 долларов. Вообще неплохо я за день сегодня поднял. За день 400 долларов. Я приблизился к своей цели. 750 уже у меня в кармане можно сказать. Ещё чуть-чуть. Почему у меня кофе тут на полу лежит. Так. Кофе возвращаем сюда. Коробки всё убираем. Убираем все коробки. Пончики надо переложить. Чтобы у нас тут посвободнее было. Давай пончики просто вытащим. На стол поставим. Мадам. Вы как раз хотите розовенький пончик. Пожалуйста. И обычный кофе. Сейчас сделаю. Я тут ещё и уборкой занимаюсь. Вы же не против, что у меня руки грязные, да? Так. Значит. Пончик. Всё сюда нафиг выкладываем. Что-то у меня как-то очень сильно расходятся белые и розовые пончики. Всё остальное как-то не очень идёт в обиход. Но проблема в том, что я покупаю коробку с пончиками. Соответственно. Я покупаю все пончики. А не определённого цвета. Ты посмотри. У меня весь пол. Весь пол практически чистый. Подумаешь, тут несколько коробок ещё валяется. А и круассаны тут ещё валились. И конфеты валились. Всё сррали. За день. Но это хорошо на самом деле. Чё у нас здесь за столиком? Надо прибраться. Надо прибраться. Всё, походу. День закончился. Я закрылся, нет? Или мы ещё открыли? Да, я закрылся, блин. Надо идти дрыхнуть. Так. Но прежде чем идти дрыхнуть, давай-ка я, наверное, содовую раскидаю здесь. Ещё надо за круассанами сходить. Вот так вот, содовую. И ценник надо выставить на эту содовую. Вот так вот. Весь стол просто в содовой. Ну, и здесь ещё пару баночек содовых выставлю. Так, значит, я покупаю круассаны. Давайте тридцаточку, наверное, возьму. Это будет оптимально. Тридцать круассанов. Шоколадок надо будет. Что-то шоколадки, кстати, видимо, слишком дорого, поэтому их не очень-то беру. Двадцатку возьму. Вот это что у нас? Это тёмное пиво. Пиво я ещё не продаю. Не могу. Нет лицензии. Молоко, конечно же, купим. Одну бутылочку, потом кофе. И воду. Всё вроде. Вроде всё. И, конечно же, нужно сейчас выставить цену на газировку. Посмотрим, за сколько я могу её продавать. Ладно. Давай 4 доллара. Не будем сильно наглеть. Красной цены у меня нет. Хотя за круассаны 5 и 5. Ну, круассаны разлетаются. Это оправданная цена. Дом, милый дом. Я могу, конечно, позволить себе, например, купить телевизор, который стоит 150. Но нет. Деньги я пока трачу только на бизнес. Доброе утро. Доброе. Часы показывают, что утро. Карта показывает, что ночь. Короче, глюк с картой. И я бегу на своё рабочее место. Вновь. Вновь. Каждый день. Каждый день. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю я батрачу. Такова жизнь предпринимателя, который хочет стать богатым в будущем. Нужно батрачить, ребят. Значит, я думаю, что магазин можно уже открывать. Несмотря на то, что 6 утра все идут на работу. Так что нормально. Чёрный пончик. Чёрный бумер. Держи. Содовую. Наконец-то кто-то запросил содовую. И белый пончик. Кстати, блин, пончики-то быстро кончаются. Надо было ещё пончиков купить, да? Вот эту коробку. Её выкидываем. Сейчас, походу, побегу за пончиками. Ну, вот этот стол, это, конечно, вообще роскошный стол. Всё битком. Всё у них здесь есть. Короче, я думаю, что нужно поднимать цену на пончики. Потому что они тут разлетаются. Вообще конкретно. Так, сейчас я займусь своим бизнесом. Значит, пончики. Давай-ка я сделаю по 7 долларов. Это очень дорого, но... Ещё на доллар подниму. Но пончики разлетаются просто нереально. Это прям... Ахиллесова пита здесь. Так, тебе... В смысле, я отдал ему чёрный пончик? Он... Точнее, не чёрный, а бордовый. А он что-то... Что там, ну, это... Ты чё? Я на тебя пончик израсходовал пустую. На. И шоколадку тебе. На. Офицер. Офицер. Сейчас белый пончик. Содовая. Пожалуйста. И кофе с сахаром. Обычный кофе с сахаром. Вот сахар. Вот кофе. Пожалуйста. Значит, обычный кофе делаем. Чтоб на запас стоял. Содовая, значит. А чё ты такой тоже угрюмый? На, тебе три содовых. И сразу довольный пошёл отсюда. А, смотри, я понял, почему содовую покупает. Сейчас температура 31 градуса. Очень жарко. Поэтому содовую берут. Всё понятно. Как интересно, мои продукты и шоколадки не тает. И, например, содовая не взрывается. Она же не холодная, а горячая становится. Так, чё тебе? Тебе тоже шоколадку надо? На тебе шоколадку. Тебе круассан надо, да? Вот круассан. Там ещё мадемуазель. Какая пышненькая мадемуазель с красными губёхами. Вот тебе. Хотел коробку конфеты ей отдать. Чё это я? Вот так вот вам. Чё у меня за сегодня? 521 доллар. Ещё 200 долларов, 230. И всё. Моя мечта сбудется. Я куплю себе хот-догашную. Хот-догашную. Но с пончиками у меня есть сложности. Они почти закончились. А, смотри. Я когда навожу на продукт, прямо на нём написано срок годности. Вон там вот видно температуру, время его хранения. И написано, что это грязный распакованный продукт. То есть распакованный, но не грязный. Распакованный. Распакованный. А это чё? А если я его на пол кину, он будет просто распакован. Короче. Всё-таки не зря я назвал свой магазинчик Ларёк-марёк. Еда с пола. Это оправдывает реально название моей еды. Так. Но всё равно же все ко мне приходят. Опа, ньки. Хотел кофе сделать, а кофе кончилось. Но благо я заправился, закупился им. Содовая, да? А у меня содовая ещё есть? Последняя банка, что ли? А, так у меня тут целых... О, смотри, сколько банок стоит содовых. Так. Надо бы стулья купить. Если стулья куплю, то это привлекательность моего ларька будет. И больше народ будет приходить. Чё по деньгам? Чё по деньгам? Почти 700 долларов. 700 долларов почти. Итак, мы ещё не закрылись. Мы, видимо, работаем до девяти. Я тут собрал. Я собрал. Задача выполнена. 770 долларов. Хот-догом быть. Да. За два дня. За два дня я смог заработать. Ну ладно. В общей сложности всё. Магазин закрыт. Так что, извините, сударь, что не успел вас обслужить. Ладно. Вот это вот всё поставим сюда уже. Хватит на полу всё это хранить. Чё, застрял? Да, бывают сложности. Бывают жизни огорчения. Всё, он убежал. Ну, цель достигнута. Бизнес-план. Отлично. Купить ларёк для хот-догов. Теперь мне нужно. Смотри, хот-дог 330 долларов стоит. Видимо, я заработал запасом, чтобы туда докупить техники и прочего-прочего. Ладно, покупаем, значит, хот-догашную. Да. А где моя хот-догашная теперь? Где моя хот-догашная, интересно? Вы получили. Так, ладно. Давай посмотрим, где эта хот-догашная находится. Кофе, хот-доги, пончики. О, теперь я могу здесь продавать алкоголь какой-то. Или это шипучка такая, я не знаю. Но вот это вот с медведем, это точно пивная. Ладно. Назовём длинная собака. Не. Не-не-не-не-не-не. Дог. Дог. Пол. Нет. Пол. Хот-дог. Нет, блин. С пола док. О, да. С пола док. Хот. О, отличное название. Всё, значит, мы купили. Пойдём сейчас поищем. Посмотрим, где наша хот-догашная находится. Скорее всего, вот здесь вот. Скорее всего. И туда уже мы сможем поставить персонал. То есть за нас будет челик работать, наверное. Давай искать, где здесь наша забегаловка. Может, мы её немножечко... For sale. Надпись должна быть. Хотя нет, мы же купили. Правильно? Значит, нет. Настроить внешний вид. Всё равно for sale, да? Так. Хот-догашную. Хот-дог, хот-дог, хот-дог. Вот. Вот. Хот-догашная. Вот она. Это наша, да? Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот она наша прелесть какая. Так. И что? Я могу сюда как-то персонала затащить-то, а? Персонал. О! Могу! Еда с пола. Нанять одного чувака. Ну, мы, наверное, наймём туда вот этого чувака, да? Бородача, такого кунг-фу. Задача выполнена. Нанять персонал. Есть. Персонал нанят. Рейтинг услуг. Борода. Биг Джоя. А, это мои конкуренты, а я нахожусь на дне, на самом понятном. Установить цены на товары. Купить булочки, сосиски, горчицу, кетчуп, майонез. Купить пресс-гриль и роликовый гриль. Пресс-гриль и роликовый. Купить столы и стулья. Пресс-гриль. Ладно, погнали в магазин. Сейчас мы пресс-гриль этот купим. Ты представляешь, у меня теперь в этом городе две точки есть. На одной я сам буду торговать, на другой уперст. А, подожди. Он сюда встал? То есть, хот-догами теперь я буду заправлять, а этот чиж будет здесь торговать, да? Смотри мне, Бородач. Ну, наконец-то, наконец-то эту штуку могу купить. Она 200 долларов, правда, стоит. Значит, роликовый гриль. Покупаем. Вот это что такое? Пресс-гриль. Покупаем. Фух. Это очень было дорого. Пойдем-ка теперь сбежим в продуктовый магазин и посмотрим, хватит ли мне на булочки, сосиски, горчицу и гриль. Хотя я сомневаюсь, что мне хватит. Значит, булочки. Ладно, покупаем булочки. Слава богу, они не такие дорогие. На десятку давай возьмем. Вот. Купили. Теперь мне нужно... А, вот хот-договские булки-то, блин. Булочки, блин. Не те булки купил. Ладно. Давай тоже десяток возьмем. Кетчуп. Давай две штуки возьмем. Горчица. Тоже две штуки возьмем. Вот это что? Это майонез. Тоже две штуки возьмем. Так, сосиски теперь нужны. Сосиски. Давай две упаковки возьмем. Даже четыре. Проверяем список дел. Все купил? Да, все купил. Бежим к нашей хот-догошной. А этот чувак тут так и стоит. Сколько времени? Шесть утра. И он простоял всю ночь. Видимо, готовился к первому своему рабочему дню. Так, значит, вот моя хот-догошная. Сейчас я здесь все... Двери откройте. Давай мы эти двери закроем. Вот, вот так вот, чтобы к нам никто не заходил. Значит, гриль. Разворачиваем его. Вот он у нас, гриль. Он будет у нас вот здесь вот стоять. Есть. Теперь вот эту штуку надо тоже развернуть. Поставить рядышком. Давай. Опа. Четко. Теперь горчицы расставляем здесь. Кетчуп тоже здесь. Майонез тоже здесь. Все вывалилось нафиг, да? Подобрать. Теперь мне нужно сосиски. Я, кстати, не знаю, насколько долго сосиски могут храниться без холодильника. Надеюсь, все будет пучком. Сосиски сюда. И... Ладно, пускай будут на полу. Пускай я же могу на пол. Нет, на пол не буду делать. Вот так вот их тут раскидаю. Вот так вот здесь вот поскладировал все. А то руки забиты. Так, значит, использовать. Открываешь. Где-то взять это, положить сюда. Давай еще возьмем. Ага. Сосиски давай. Ой, уронил одну. Ну, ничего себе страшно. На гриле сейчас поставим ее. Так, значит, хот-доги. Поскольку будем продавать-то, а? Надо цену назначит. Сейчас мой бизнес. С пола-дог-хот. Значит, хот-доги будем продавать, я не знаю. Давай по десятке. Почему бы нет? 9 долларов. Самое оно, по-моему. 9 долларов нормально. Мы сейчас здесь торгуем исключительно хот-догами. Так что, пожалуйста, кто хочет, приходите. Приходите. Мы открыты. А, нет, мы не открыты еще. Надо открыть. Открыть свой магазин. Open. О, да. А тот магазин у нас открылся? Нет, кстати? Надо посмотреть. Нет, не открылся. Надо пойти его открыть, что ли? Что за дела-то? Почему он не открылся? Эй, что дело-то? Что тут простаиваешь? Давно уже надо было открыться. Open. Шоколадные батончики. Еда с пола. Так, у тебя шоколадные батончики есть, в принципе. Так что, давай, торгуй ими. Вроде как обслуживают, вроде как прибыль идет, вроде все хорошо. Мы открыты, но что-то к нам никто не ходит. Видимо, дорого, да? Вообще ни одного посетителя еще. Ладно. Давай мы сделаем вот так вот. Хот-дог за 8 долларов. Хочешь? О! Посетитель есть. Значит, ему нужен хот-дог взять, добавить и майонез. И майонезом вот так вот шлепнуть. Да, это хорош. Сколько майонеза-то можно туда плюхать? Держи. Первый хот-дог я продал. Отлично. Надо теперь бежать срочно в магазин, покупать кучу пончиков и отдавать это все моему чуваку. Так, дружок, я притащил тебе пончики. Вот, держи. Вот тебе пончики, торгуй. Блин, сколько дел, сколько дел. Туда занеси, на новую точку прибеги, продай быстро. У меня тут вон женщина ждет уже полтора часа, когда же я приду и соизволю сделать ей хот-дог. Так, хот-дог с чем вам? Майонез и горчица, да? Майонез и горчица. Пожалуйста. Пожалуйста. Вкусного вам, приятного аппетита. Фух. Ну что ж. Я думаю, на сегодня это все. Пора закругляться. Я сделал новый бизнес. Точнее, я открыл новую палатку с хот-догами. Теперь у меня две точки в этом городе. И скоро я обзаведусь. Нормального лавандоса. Который я, собственно, потом спущу на новый бизнес. И в скором времени я здесь открою в каком-нибудь из этих зданиях. Например, вон там вот роскошный ресторан на последнем этаже. О, да. Но пока у меня прибежал новый клиент. Надо его обслужить. Булки. 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 Мне надо. Стой. Горчички не улетай. Опа. Вот просто хот-дог. Держи. Так что ставь лайк под этим роликом, если понравилось. И не забудь подписаться, если ты еще не подписываешь, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. На которых мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok